Сегодня первые звонки прозвенели не только в школах, но и в других учреждениях, где есть дети. В республиканском противотуперкулезном диспансере устроили настоящий праздник для тех, кто пока не может пойти в школу по месту жительства. Ирина. Имя девочки изменено. Немного волнуется, пока надевает школьную форму. Она сегодня первоклассница. Косичку ей заплетает воспитатель. Девочку в такой важный день не провожают на линейку родители. Она, как и другие ребята здесь, проходит лечение. Звонок прозвенел. Начинается новый этап в жизни каждого школьника. На линейке дети разных возрастов в детском отделении противотуперкулезного диспансера. Одни проходят серьезную диагностику, другие получают лечение. И это может продолжаться от месяца до года. Но учебу никто не бросает. Учителя делают все, чтобы дети не отставали от школьной программы. Трудностей много. Дело в том, что дети со всей республики. И в каждой школе может быть своя программа. Кто-то по учебнику Веленкина, кто-то по учебнику Шарыгина. В общем-то, получается иногда даже так, что пять человек и все пять учеников по разным учебникам занимаются. Вот приспосабливаемся, подходим к каждому, объясняем. В общем, как можем так стараемся, хотим помочь. Иногда, конечно, может быть, даже завышаем оценки для того, чтобы поднять настроение, чтобы был интерес к урокам. Чтобы они чувствовали, что что-то могут. В общем, так вот относимся с большим-большим уважением и с любовью. В детском отделении свой режим. Лечение, учеба, но и развлечения никто не отменял. Есть театр, развивающие занятия для детей помладше, совместные прогулки и игры на свежем воздухе. У нас отделение рассчитано на 42 койки. И к первому сентября мы сняли диагноз у 15 детей. И вчера буквально 15 человек пошли домой и пошли в обычные школы. И встретили первый сентября со своими школьными друзьями. Но так как болезнь это болезнь, и некоторые детки еще нуждаются в дообследовании, некоторые в лечении. У нас остались детки в отделении, и для них мы устроили вот этот прекрасный праздник. Но в основном наши детки в первую очередь находятся на диагностике. И заболеваемость детей в Чувашской республике ниже, чем в Приволжском федеральном округе и в Российской Федерации в целом. Поэтому отделение в первую очередь назначено для диагностики туберкулеза. И чаще всего этот диагноз не подтверждается. К новому учебному году российский детский фонд в Чувашии установил новую прогулочную веранду. Теперь дышать свежим воздухом ребята смогут в любую погоду. А это так важно для здоровья. Дальше администрация диспансера планирует заняться озеленением территории. Татьяна Трофимова, Борис Андреев, Республика.